Чаша бассейна полна юных спортсменов. За ними с бортика внимательно следит тренер-преподаватель Виктория Шалыгина. Она точно знает, как воспитать будущего чемпиона по плаванию. На подготовку братьев Афиногеевых, старший из которых на кубке, проходившем в Казани, попал в десятку сильнейших атлетов мира. У нее ушло 7 лет. За трансляцией выступления Александра Афиногеева она следила, не отрываясь. Мы с ним созвонились после соревнований, и он меня поздравлял с днем рождения, а я его поздравляла с таким вот хорошим подарком для меня и для него. Очень большая гордость, большая. Тем более это первое выступление на мировом уровне у него лично. Как объяснила Виктория Шалыгина, достигнуть высокого результата можно тогда, когда в тренировочном процессе сходятся три фактора. Талант спортсмена, профессионализм тренера и поддержка родителей. В случае с братьями Афиногеевыми все обстоит именно так. Мирового уровня Александр достиг чуть раньше, чем его брат-близнец Андрей. Потому что он столь устремленно шел к этому в любые соревнования, он ответственно подходил. Он говорил, я буду, я буду выступать, я буду олимпийским чемпионом, я буду к этому стремиться. И он к этому подходил быстро, четко и постоянно улучшал себя. Братья Афиногеевы, несмотря на плотный учебный и тренировочный график, часто и гости в Сарове. По приезду они неизменно идут в бассейн «Дельфин», тренируются, общаются с подрастающим поколением, дают мастер-классы и советы молодым спортсменам. Возможно быть примером для мальчишек и девчонок. Это именно тот мотиватор, который толкает братьев Афиногеевых к все более высоким результатам. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.